Оштрафовать управляющую компанию – это право квартиросъемщика, рассказывает руководитель Ассоциации защиты прав потребителей человек Олег Попов. Каждый, кому насчитали платежи за май и июнь по завышенным тарифам, имеет право потребовать, чтобы переплату вернули на счет, если управляющая компания откажется идти в суд. Если этот платеж вы провели, вы имеете право начислить на превышение этой суммы штраф, то есть получить штраф как потребитель коммунальных услуг. Это заложена норма в правилах предоставления коммунальных услуг. Но есть одна оговорка. Вы не в денежном выражении получаете эти деньги назад с учетом увеличения в полтора раза, а эти деньги еще идут в счет будущих платежей. Однако вовремя внесенные платежи не всегда гарантируют качество комуслуг. В одном из подъездов дома номер 18 по улице Энгельса в субботу отключили газ. Жильцам сказали ждать голубого топлива до понедельника. В одной из квартир хозяин решил самостоятельно поменять колонку, и в выходные этим вопросом заниматься никто не будет. В понедельник я пришел с работы в обед, газа никакого нет. Звоню туда, в Горгаз, они меня посылают, звонят, говорят, в дом управления, нам никаких денег не перечислили. Я говорю, ну я-то вам плачу денег, ты не нам платишь, ты кому-то еще там. Ну вот круговерь тут такая. Люди остались не только без возможности приготовить себе еду. Еще и без горячей воды в доме у всех установлены водонагревательные колонки. Николай принес электрический чайник из гаража, готовили в микроволновке и мультиварке. Сложнее пришлось людям пожилым. Бутерброд сделали, чай попили. Ну на этом вот три дня держались. Больше не на чем. Ни микроволновок, ни мультиварка у нас нет. Ну уж мы вроде старые, поэтому мы и не пытаемся их приобретать. Ну вот, наверное, придется. Владелец злополучной квартиры появился в понедельник извиняться перед соседями. Он не спешил. Я же не начальник Горгаза. Ну вы сегодня все отремонтируете или нет? Ну ребята все сделают. Работы в доме начались только после того, как жильцы сообщили диспетчеру Горгаза, что о своей проблеме расскажут журналистам. Если бы не этот звонок, остается только гадать, сколько бы еще они сидели без газа. Дина Ислева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Субтитры сделал DimaTorzok